Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о самых неприхотливых плодовых и ягодных культурах, ну а также орехоплодных. Сегодня у нашем ассортименте насчитывается огромное количество не только сортов, но и видов самых разных растений, как плодового ряда, так и ягодных культур. Более 20 плодовых растений способны расти на нашей территории. Более 40 с лишним ягодных видов способны расти, цвести и плодоносить. В последнее время пополнился ассортимент и такими культурами, как орех грецкий, фундук, клещина крупноплодная. Завозят даже орехи типа пекан, миндаль и так далее. Но у всех этих культур есть свои требования, у них есть свои предпочтения и, я бы сказала, даже условия жизни, которые они ставят садоводу, который хочет их у себя посадить. На современный темп жизни он ставит тоже свои ограничения. Не все могут проводить целый день у себя в саду, ухаживая за тем или иным растением. Не все могут создать ему условия, которые он хочет. А сад должен быть. Поэтому сегодня мы с вами обсудим, какие же можно посадить виды плодовых и ягодных растений, чтобы они требовали как можно меньше ухода, были неприхотливы и давали тем не менее регулярный урожай вкусных сладких плодов и ягод. Пожалуй, для средней полосы самым неприхотливым растением являются из древесных, конечно, яблони и груши. И с покон веку, можно сказать, со времен последнего оледенения, эти яблони и груши в диком виде произрастали в наших лесах. В течение жизни человек одомашнил их, вывел новые сорта, оккультурил. И они перешли уже в виде сортов на наши садовые участки. Тем не менее, как мы с вами уже раньше разговаривали о том, что сорта бывают разные, соответственные требования у них разные, лучше всего выбирать те яблони и груши, которые созданы в вашей местности, в вашем регионе. Например, для Белоруссии подойдут больше всего яблони и груши, сорта яблони и груш, которые выведены в нашей стране. Для России выведены в том регионе, где вы живете, где у вас свой участок. На Украине, соответственно, украинские сорта. Тем не менее, в других странах тоже выводят яблони и груши, вишни и черешни и так далее. И они тоже очень хорошего качества. В таком случае, зарубежные сорта лучше всего брать из тех стран, климат и условия которых схожи с вашими. Более того, пожалуй, самыми неприхотливыми из них являются сорта народной селекции, которые прошли очень длительный, очень сложный отбор, иногда многовековой. И прекрасно приспособлены конкретно к условиям страны, где они созданы. Это Антоновка, это Белый налив, Штрейфлинг, это различные пеппинки. Из груши-то, конечно, наши знаменитые Беры, Александровки, Ильинки. Но и современные сорта, которые тоже проходят очень жесткий отбор, они способны давать урожай даже в самые неблагоприятные годы. Ведь требования к устойчивости к болезням, вредителям, устойчивости к нашим перепадам температуры – это одно из самых главных условий при создании сорта. То есть спокойно можете выбирать для своего сада растения, яблони, игруши, местных сортов или созданных в вашем регионе. Желательно, если хотите получить долговечный сад без особых проблем, который не будет требовать регулярных поливов, то на семенном подвое. В таком случае акцентируем внимание, если это семенной подвой, это должен быть современный сорт. Тогда он рано вступит в плодоношение и даст надежный урожай. Следующий аспект – это мы смотрим, чтобы сорт, который вы выбрали, был устойчив к болезням. В таком случае он не будет требовать массированной защиты. Достаточно будет четырех основных обработок, и на этом все. Пожалуй, из косточковых самое неприхотливое – это алыча и сливы. Сливы типа венгерок, сливы типа местных сортов, которые очень хорошо приспособлены к нашим зимам и не повреждаются морозами. Ну и, конечно, самое неприхотливое растение из тех ягодных, с которыми я сталкиваюсь – это кустарники. Это крыжовник, это смородина красная и смородина черная. Как и яблони-груши, эти растения всегда росли в наших лесах, в поймах рек, там, где повышенная влажность. Но со временем, когда человек их одомашнил, они вполне благополучно прижились на наших участках, прекрасно себя чувствуют и дают урожай даже практически без ухода. Крыжовник – он же агрест, он же крыш, упоминается еще у Ярослава Мудрого в его списках. У царей московских он входил в обязательный состав и плотовых ягодных садов, где вшла даже опись, сколько кустов крыжа, то есть крыжовника обыкновенного, крыжа мохнатого и крыжа красного было в саду у Алексея Михайловича. То есть культура – это очень древняя, культура очень приспособленная, и даже при минимальном уходе дающая хороший урожай. Обратите внимание на современные сорта типа краснославянский, куршудинтерс или роволт, северный капитан, которые обладают хорошей устойчивостью к мучнистой росе. Это, пожалуй, единственная проблема у крыжовника, с которой стоит заниматься. Но своевременно приведенная весенняя и раннолетняя обработка от этой болезни способна значительно сдержать ее развитие. Крыжовник способен расти на одном месте более 20-25 лет, давая стабильный урожай и требуя только периодически удалять из его кроны старые, отработавшие свое ветви. Смородина. Смородина черная, смородина красная или по речке, как у нас их любят называть, это еще два вида ягодных культур, которые прекрасно себя чувствуют в любых условиях, дают стабильный урожай и не требуют особых ухищрений при выращивании. Среди смородин, обратите внимание на такие сорта, как добрыня, селечинская. Из старых это, конечно, белорусская сладкая, рекордсмен по содержанию витамина С. Кусты смородины обычно выращиваются, если в промышленных посадках, то 7 лет. Но в обычных условиях наших садовых участков смородина черная. При минимальном уходе, то есть своевременное удаление старых веток, омолаживающая обрезка, способна расти и 15 лет, и даже больше, давая хороший урожай. Ну и, конечно, красная. Ее в шутку иногда называют северный виноград. За сходство с гроздями винограда, за ту урожайность, ну и за качество продуктов переработки, которые из нее делают. Красная смородина, как и кружевник, способна расти 20-25 лет на одном месте. При этом не особенно страдая от каких-то там последствий, от старения куста, не особо снижая даже урожайность. Очень хорошие сорта это красная андреченка, это натали, это старинный голландский сорт юнкервантец с приятной сладковатой ягодой. Красная смородина, пожалуй, из кустарников наименее прихотливая. Ну и еще один неприхотливый вид ягодных кустарников это малина. Иногда кажется, что посадил ее и потом не знаешь, как вывезти, как с ней бороться. Потому что если почва хорошая, малина способна расти на этом месте десятилетия. При условии, что вы периодически будете раз в год вычищать старые побеги, ну и в условиях засухи иногда поливать. Удачно выбранный сорт способен обеспечить на многие-многие годы вашу семью вкусной ароматной ягодой. Будь это малина летняя или малина ремонтантная, осенняя. Среди летних очень приятный на вкус, очень урожайный сорта метеор, бальзам, которые одними из первых начинают плодоносить, когда еще остальные сорта только розовеют. Ну и конечно ремонтантные. Благодаря свойству малины ремонтантной к повторному цветению, мы можем получать вкусную ароматную ягоду до самых поздних заморозков. Здесь внимание обратите на российские сорта, которые оптимально сочетают в себе высокие качества ягоды, которые отражают наши традиционные предпочтения. То есть это аромат, это нежность мякоти, это сладость с очень высокой адаптивностью, то есть приспособленностью к условиям жизни, к условиям нашего климата. Это сорта Геракл, Брянская Дива. Это сорта именно казаковской, российской селекции, которые по праву занимают первое место в наших садах. Среди них уже большое количество и желтоокрашенных сортов, например, шапка Мономаха или оранжевое чудо. Ну а также хотела бы обратить внимание на сорта польской селекции. Они в себе сочетают с одной стороны западные требования, то есть это плотная ягода, это красивая по форме ягода, довольно транспортабельная, с нашими восточными традиционными качествами, как аромат и нежность мякоти. Это сорта Полька, Поляна. Из желтых, особенно для регионов, в которых климат помягче, это Паранороса желтая. Ну и, наконец, ежевика. Ежевика, особенно сорт Агавам, я не говорю о тех современных сортах, как Торнфри, Торнлес и так далее, пожалуй, одна из самых неприхотливых. Она способна расти на одном месте также довольно долго, более 10 лет, при условии, опять же, только удаления отмерзших, отработавших свое побегов. Вредителей и болезней у нее немного. За многие десятилетия, пожалуй, были отмечены только поражения ягод серой гнилью, и то во влажные годы, и при условии, что ягоды вовремя не убираются. Ну и из вредителей на ежевике, пожалуй, больше всего вредят дрозды, которые эту ягоду очень уважают. А также, пожалуйста, обратите внимание на такой кустарник, как лещина крупноплодная или фундук. Особенно сорта российской селекции еще советских времен, как Академик Яблоков, Катерина, Тамбовский Зеленый, Ранний, Московский Рубин. Их особенность в том, а также, извините, что отхожу от темы, современные, новейшие белорусские сорта Лал и Яшма, которые скоро появятся в продаже, как уже зарегистрированный сорт. Дело в том, что в отличие от фундуков южных, с юга Европы, они более зимостойкие, у них не подмерзают цветки даже в самые неприятные зимы. Особенностью еще орешников, как орехоплодных культур у нас на участке, является то, что они могут прекрасно себя чувствовать в нашем климате и давать регулярный урожай без особых приемов по уходу, по обрезке. Единственное, что боятся, это дождь во время цветения, а цветут они, пылят, где-то февраль-март месяц. Достаточно провести одну-две обработки от ореховой плодожилы, жучка такого зловредного, и манилиозы. Все. Более того, орешник сам по себе, в силу того, что у него очень большое разнообразие окраски листьев, обертки орехов, самих орехов, очень декоративное растение. Особенно те сорта, которые окрашены в пурпурно-бордовые тона листьев. Я думаю, из этих культур вы всегда сможете подобрать себе те, которые можете посадить, и не особенно ухищряться с их уходом. Пожалуй, еще одно растение, которое потихонечку приобретает популярность в садах, это актинидия. Мы все боремся за то, чтобы наше питание было насыщено полезными веществами, чтобы в нем присутствовали и витамины, необходимые нам, и микроэлементы, и различные биологически активные вещества. Чем может нам помочь актинидия? Особенно актинидия коломикта. Это растение содержит в своих ягодах, пожалуй, самую высокую дозу витамина С. До 1000 мг процентов, то есть в 100 г ягод содержится 1 г витамина С. Для этого растения достаточно предоставить опору надежную и защитить его в первый год-два от нападения кошек, которые очень любят молодые побеги и корни этой актинидии. Они ее, извините, выкапывают и съедают. После того, как она хорошенько укоренилась и перешла уже на шпалеру, на опору, которую вы ей предоставите, ей уже практически ничего не страшно. Болезней на ней очень мало. Ягоды ее вкусны и напоминают созревшие киви, только немохнатые, гладенькие. Более того, актинидия коломикта, мужские растения, имеют очень декоративные красивые листья. В середине июня они начинают расцвечиваться в белые и розовые пятна. Пожалуй, таким растением можно задекорировать разные неприглядные уголки своего участка и получить в то же время хороший урожай вкусных, полезных ягод, которые обогатят ваш рацион таким необходимым для человека витамином С. Ну вот, пожалуй, это и все. Самые неприхотливые плодовые ягодные растения и орехоплодные для наших участков. Это традиционные яблоня и груша. Это местные сорта сливы, алычи. Это, конечно же, красная и черная смородина и крыжовник. Это малина летняя и ремонтантная. И это ежевика. А из лиан я очень рекомендую для вас посадить актинидию коломикту как источник витаминов и как красивое декоративно-листное растение. На этом у меня все. Процветания вам и вашему саду. И до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок. Редактор субтитров А.Семкин